Привет, народ! Привет, YouTube! С вами снова был Книг Блогера. Ребят, как вы уже поняли, я куда-то еду. Я нахожусь сейчас в поезде и записываю для вас видео для того, чтобы объяснить, что я задумал и куда я отправляюсь. В общем, ситуация в следующем. Я, как всегда, в своем репертуаре. Вчера, уже поздно вечером, наверное, часов в девять, лежал на диване и думал, надо куда-то съездить, надо что-то интересное. Поснимать нужно что-то интересное, пофотографировать, собрать какой-то материал. И мне пришла идея в голову, почему бы не поехать в свою родную деревню. Отец у меня был родом из глубинки, из Саратовской области. Родился в небольшой деревеньке. Ну, тогда она была еще в небольшой деревеньке, потом разрослась, стала селом. И в то время, когда я в детстве туда ездил на летние каникулы, это уже было такое огромное село, колхоз-миллионер. С тех пор прошло очень много времени. Последний раз я там был в 2008 году. И когда я был в 2008 году, меня очень сильно огорчило то, что я увидел. Деревня в таком достаточно печально плачевном состоянии была. Вся молодежь разъехалась. Колхоз, естественно, развалился. И от былой славы там не осталось практически ничего. Несмотря на то, что, как я уже сказал, она достаточно большая, но фактически народ там доживает и выживает. У меня там живут по сей день родственники. Причем родственников очень много. С ними я тоже не виделся уже очень много лет. Поэтому я еду туда. Поскольку интернет в деревне, ну, по крайней мере, 12 лет назад работал мобильно очень плохо. Никого про одного, естественно, там в помине нет. Я хочу, чтобы вы знали, что материалы будут из первых рук выходить в первую очередь в Инстаграме, в ТикТоке. И самое главное, я буду писать много постов в Яндекс.Дзе. Делать фотографии, затрагивать какие-то темы. В общем, думаю, что будет интересно. Видео постараюсь по возможности тоже записывать, выкладывать. Но, по всей видимости, скорее всего, я смогу это сделать только уже, когда вернусь в Краснодар, где-то через неделю. Но вполне возможно, что за 12 лет там что-то изменилось. И теперь уже будет возможность пользоваться более-менее быстрым интернетом. Ехать мне, ну, почти сутки. То есть завтра я уже буду на месте. Ну, и в течение недели буду там ходить, бродить. Посмотрю, как живет мое родное село. Ну, точнее, родное село отца. Отец уехал из него там в возрасте где-то 20 лет. Переехал в Ленинград, поступил в военное училище. Потом создал семью. Родились мои сестры, потом родился я. Ну, в общем, собственно, так-то всю историю вы в основном знаете. Сейчас мы едем именно туда. Очень, на самом деле, волнуюсь. Много лет там не было. Предвкушение встречи со всеми родными, с близкими. Предвкушение увидеть своими глазами, что изменилось. То есть теплится, конечно же, надежда, что там хоть что-то изменилось в лучшую сторону. Но посмотрим. Не знаю, ничего загадывать не буду. От вас я, в свою очередь, жду в комментариях, чтобы вы написали, какие темы вам интересны. Может быть, вы хотите, чтобы я сходил там с местными, о чем-то поговорил. О чем-то конкретно выяснил, сколько они зарабатывают, как они живут, как у них быт устроен. Какие у них хозяйства там есть. Хотя с хозяйством, можно говорить, 12 лет назад тоже было печально. Когда в детстве туда ездил в каждом дворе без исключения. Были там козы, овцы, свиньи, куры, гуси, коровы. Ну, то есть в каждом доме был свой скотный двор, можно так сказать. 12 лет назад практически никто уже скотину не держал. Сколько я не спрашивал. Основной аргумент был в силу того, что просто скотину нечем кормить. Вот такая вот история. Что там сейчас происходит. Скоро узнаем. Вот. Пожелайте мне удачи. Отправляйтесь в путешествие вместе со мной. Еще раз напоминаю, что в первую очередь материалы будут выходить в Яндекс.Дзен. По возможности буду что-то добавлять в Инстаграм. Ну и, соответственно, в ТикТок. Если получится, то на Ютуб тоже буду выкладывать по мере возможности. После того, как вернусь, там уже будет целая серия репортажей, в которых я подробно буду рассказывать и показывать, какое я увидел село. Каким я увидел село. Вот в 2019 году. Много сейчас пишут. Кто-то пишет, что оно там оживает потихоньку. Кто-то пишет, что оно наоборот уже загибается и скоро деревень не останется. Ну, надо все своими глазами увидеть. Надо на все со своей колокольной посмотреть и уже какие-то выводы делать. Вперед забегать не хочу. Как оно будет, так будет. В любом случае, благодарю вас за то, что посмотрели этот ролик. Постараюсь его выложить где-нибудь на полустанке, где будет более-менее интернет, позволяющий мне загрузить ролик. Жду ваших комментариев, жду ваших подписок. Буду стараться максимальное количество материала собрать, поскольку тема, я уверен, для многих интересна. Начиная от того, как живут местные, как сейчас устроен быт в деревнях, заканчивают тем, какую там рыбу можно поймать в местных речках. Все будет по возможности и в больших количествах. Такая вот история. Еще раз всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Добавляйте. Точнее, не добавляйте, а ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. В общем, поехали в путешествие вместе. Итак, деревенский трип начинается. Погнали.